В Ленинградской области с 17 по 23 апреля проходила Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов». Она является ежегодной и представляет собой одно из мероприятий широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России», реализуемого с 2015 года. Акция включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий Ленинградской области и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. Основная идея проекта заключается в знакомстве школьников и студентов с работой предприятий, расположенных в нашем регионе. Особенностью такой формы профориентационной работы является максимальная доступность информации и возможность общения с ведущими специалистами предприятий. Несколько лет подряд в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» открывает двери и проводит экскурсии для студентов и школьников сяский целлозно-бумажный комбинат. В этом году для знакомства с предприятием, которое включает в себя полный производственный цикл от переработки сырья до выпуска конечной продукции, побывало около сотни учащихся. Участие я принял, потому что хотел с детства стать инженером и, наверное, еще хочу стать инженером. Впечатление только положительное. Очень удивило то, что у нас в Недрадской области есть такие большие масштабы, таких больших масштабов промышленные заводы. Не знал то, что туалетную бумагу производят вот прям так серьезно. Ну, в общем, интересно было очень. Ознакомительные экскурсии начинались с вводного инструктажа, который проводила специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности. Далее подростки направлялись в цех санитарно-бытовых изделий, где знакомились с технологическими линиями по производству продукции потребительского назначения. В ходе экскурсий старший мастер фабрики Татьяна Наумова показывала, где происходит наматывание бумажного полотна на гильзу, формирование рулончиков туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток, укладка готовой продукции на поддонах. В ходе общения с Татьяной Алексеевной экскурсанты узнавали специфику работы каждой технологической операции. Ребята с интересом наблюдали за процессом работы агрегатов, манипуляторов, роботов, автоматизированных линий. Опытный руководитель давала ответы на вопросы. Во время посещения производственной площадки школьники узнали, что современное производство предъявляет высокие требования к профессиональным качествам работников. Ему нужны высоко квалифицированные рабочие и инженерные кадры. На текущей неделе у нас на сельском ЦБК проводится акция «Неделя без турникетов». Она проходит в рамках всероссийского проекта «Работай в России». Мы проводим экскурсии для учащихся школ и музея сельского ЦБК. И также в цех санитарно-бытовых изделий. Школьников знакомят с производством и историей комбината, чтобы они смогли поближе познакомиться с работой ЦБК и в дальнейшем выбрать себе профессию. Для желающих получить высшее образование и работать в нашем ЦБК организуется обучение за счет средств сельского ЦБК по востребованным профессиям. Таким специальностям и направлениям, как химическая технология, промышленная теплоэнергетика и теплотехника, машины и оборудование лесного комплекса, теплоэнергетика и теплотехника, как я уже сказала. Мы ждем вас в нашей команде. По традиции завершала мероприятие посещение музея сельского целлозно-бумажного комбината, где заведующая Татьяна Сергеевна Петрова знакомила экскурсантов с историей появления бумаги и летописью предприятия. После каждой встречи специалисты завода желали школьникам успехов в учебе и приглашали на предприятие, возможно, уже в качестве полноправных работников. Продолжение следует...